Тема урока «Слоги и ударения». Наша речь состоит из предложений. Предложения из слов. А из чего состоят слова? Постараемся выяснить это на нашем уроке. Послушайте стихотворение. Дружат гласные с согласной, Составляя вместе слог. Ма и ша. Запомни, Маша к нам явились на урок. Если слоги встанут рядом, получаются слова. Ты и ква, а вместе тыква. Со и ва, читай сова. Соединили мы два слова, и предложение готово. Дождь идет, гремит гроза, улетела стрекоза. Из стихотворения становится ясно, Что все слова состоят из слогов. Слог – это один или несколько звуков, Произнесенных одним выдыхательным толчком. Отчетливо мы слышим слоги, Когда хотим что-либо внятно произнести, Или прокричать. Например, в лесу, если заблудимся, Громко и по слогам кричим, Ма-ша. Очень интересно считать количество слогов в слове. Здесь есть разные способы. Рассмотрим первый способ. При произнесении слова нужно подставить ладошку под подбородок, И подсчитать количество ударов подбородка о ладонь. Сколько раз ваша ладошка будет опускаться вниз, Столько слогов в слове. Например, КО-РО-ВА. Подбородок коснулся ладошки три раза. Значит, в слове три слога. Однако этот способ научным не назовешь. Второй способ основан на счёте гласных в слове, Потому что действует правило русского языка. В слове столько слогов, сколько гласных звуков. Давайте проверим это правило. В слове ЛИ-СА мы слышим два гласных звука. И-А. Значит, в слове два слога. Следовательно, гласные звуки являются слогообразующими. А согласные звуки при произношении слова как бы прикрепляются к гласным. Значит, слог может состоять либо из одного гласного звука, Либо из нескольких звуков. В этом случае в слоге, кроме гласного, Есть согласный или группа согласных. В слове один гласный звук выделяется особым звучанием. Его называют ударным гласным. Он произносится более высоким тоном, Дольше и громче, с большей силой голоса. В зависимости от гласных, ударных или безударных, Слоги также делятся на ударные и безударные. В слове бывает только один ударный слог. Ударение в речи схоже с биением сердца. Оно имеет большое значение для всего русского языка. Делает его таким певучим, музыкальным. А в некоторых словах помогает различить слова. Послушайте стихотворение Агнии Барто И определите, почему произошла путаница. Отца спросила девочка, А что такое атлас? Не знаю, как прочесть. Его приносят в класс? Есть слово проволочка. Я прочитала атлас, и проволочка есть. Но есть ведь и атлас. Поработаем с парой слов. Атлас и атлас. Атлас – книга, в которой собраны географические карты. Атлас – вид ткани, из которой шьют праздничную одежду. С чем связано разное значение слов атлас и атлас? Это связано с различием ударных звуков А. В первом слове ударение падает на первый звук, а во втором – на второй. Значит, чтобы осознать и понять значение слова, его нужно прочитать с правильным ударением. Речь, в которой многие слова произносятся с неправильным ударением, сложна для восприятия. Поэтому правильная постановка ударения – один из признаков грамотного и образованного человека. Однако в русском языке есть одногласная буква, на которую всегда падает ударение в слове. Это буква Ё. Например, ёж, черемуха, мёд. Безударное положение гласные находится в слабой позиции, поэтому можно ошибиться в их написании. Чтобы проверить безударную гласную в корне, нужно изменить слово так, чтобы безударная гласная стала ударной. Например, трава, травка. Подведём итог урока. Редактор субтитров А.Семкин